Добрый вечер! А может быть день, может быть утро, в зависимости от того, когда вы нас смотрите. Но так или иначе, здравствуйте! Мы, как всегда, в Институте глобализации и социальных движений. Я его директор Борис Кагарлицкий. У нас здесь, как вы, опять же, заметили уже, если правильно кликнули, канал Рабкор. И со мной Евгений Баженов, он же Bad Comedian. Здравствуйте! Но на самом деле я хочу сказать, что мы, наверное, сейчас сначала немножечко поговорим на более общую тему, потом зададим вопросы. Потому что, вообще-то, Евгения, мы же заманивали, упрашивали долго к нам зайти, и всё время что-то мешало, наконец, вот это всё-таки состоялось. Но я пока походил. И к Дудю, и к Сёмину, и к Басте. Вот мы последние оказались на очереди, последние в списке, но, как говорят англичане, last not least. Надеюсь, что это будет не самый бесполезный разговор. Так вот, понимаете, тут у нас накопилась вот такая большая пачка вопросов. Мы постараемся их пройти, это вопрос от наших зрителей. Но, опять-таки, пользуясь привилегией всё-таки ведущего, я хочу сначала задать, ну, даже не вопрос, а небольшую тему для разговора, которая меня всегда волновала. А волновала меня, я ещё скажу, до появления блога Bad Comedian, волновала меня тему плохого кино. Вот как сделать плохое кино? Ну, потому что, на самом деле, ну, понятно, что в 20-е, 30-е, там, даже 40-е годы, ну, кино сделать было, кажется, в каком-то смысле сложнее. Я помню, читал в воспоминаниях Питера Брука, что когда он сделал первый свой фильм, это какие-то там уже, видимо, ранние 50-е годы или поздние 40-е, когда ему кто-то из критиков, которым он показал этот фильм, сказал, знаете, мне фильм очень понравился, очень понравился. Он мне напомнил времена моей молодости, когда любое мелькание на экране называлось фильмом. Понимаете, то есть был такой период, когда можно просто снимать, что попало, а потом получалось, что получалось, да, получалась всякая дрянь. И в Нью-Йорке, как мне рассказывал один мой друг, еще где-то в 80-е годы, был специальный канал, который показал только плохие фильмы. Потом они специально отбирали, то есть не то, что люди случайно подбирали плохие фильмы, нет, они специально подбирали все фильмы с самым плохим рейтингом, с кассовыми провалами, с какими-то совершенно фантастическими, абсурдными, безумными ляпами. Например, там был такой ляп, что они снимали индейские вигвамы, ну, какой-то очередной фильм про ковбоев и индейцев. И, ну, чтобы удешевить все дело, они набрали массовку в Бруклине, то есть попросту говоря, в еврейском квартале. Приезжает ковбой, значит, в индейское поселение. Ну, это знаменитый Дикий Запад. Да, Дикий Запад, приезжает ковбой, значит, кругом вигвамы. Здесь вигвам ходят люди очень характерные, типичные еврейской внешности. К ним подходит вождь и говорит, ну, как бы, по-английски, на соответствующем акценту, говорит, здравствуйте. Ну, естественно, это не комедия. Такие индейцы здравствуйте. Да, да, такие вот индейцы, да. Вот, и это, ну, такого рода фильмы там с безумными дикими ляпами они показывали. И это пользовалось успехом просто потому, что все знают, что это плохо, да, это не выдавалось за хорошее кино. Но в компании всегда такие веселые фильмы смотреть, потому что комментируешь, шутишь, смеешься. Это забавно очень. Да, да, да. Ну вот, а теперь мы видим наше современное кино, и мы знаем, что есть и компьютерные технологии, и хорошая пленка, и, в общем-то, я так понимаю... Да даже уже пленка, грубо говоря, не нужна, уже на хардиске обычные пишутся, не надо ничего уже. Нет, скажу больше, я же знаю, в советском кино же была такая история, там, солнце ушло, смелочный день кончился, там, все, запороли, значит, запороли. Ну, сейчас эти все проблемы решаются, да. За редким исключением, когда, например, недавно был фильм с Ди Каприо, где он там, выживший, там он специально режиссер снимал так, чтобы вот только при свете дня, только натуральное освещение, никаких дополнительных, то есть, если это идея такая, то сложно. А так, да, все, все. Ну да, ну, Груша, просто есть масса вещей, которые можно переснять, переделать, переправить и так далее. Тот же хромакей, опять же, зеленый фон. Много чего есть, значит, почему получается вот так плохо, да. И еще вторая вещь, которая меня волнует. Почему так плохо именно у нас? Потому что все-таки, вот, ну, был великий советский кинематограф. Ну, я не знаю, сколько их, пять, там, шесть, семь основных великих кинематографов, да. Ну, кого можно сказать, там, ну, конечно, американские, как бы мы к нему не относились, великий кинематограф, да. Итальянский в классический период, да. Ну, кто еще, кто создал великое кино? Ну, советское кино. Ну, великий кинематограф. Не отдельно великие фильмы, да, а великий кинематограф. Ну, нет, определенные периоды во многих странах были именно удачные. Да, ну, вот именно когда вот это, мы говорили, да, итальянское кино. Мы понимаем, что такое итальянское кино. Сразу стоит целый список имен, образов, там, много всего. Там Феллини, Антониони, там, не знаю, Ночи Кабири. Ну, вот все. Вот, там, говоришь, Голливуд, ну, классический Голливуд, там, не знаю, там, начинают Касабланки, наверное, у меня, в моем, так сказать. У меня больше 70-е годы. Да, 70-е, пожалуйста, Крамер, там, да, да, все, вот опять перед вами встает такой вот образ. Кстати, по-моему, вот мне показалось, что первый раз опять я начал реабилитировать американцев, когда посмотрел три билборда. У них в последнее время именно есть... Как-то три билборда на границе... Эббинга и Миссури. Да, Эббинга и Миссури. Ну, на самом деле, очень много хороших фильмов, именно не массовых, выходит. Я вот этот фильм вечно, в пример, показываю. Господи, как же он называется-то? Про... Hello, High Water называется. Мне очень понравился фильм. Он номинировался даже на Оскар. Это не сказать... Просто проблема такого кино, что он не будет массовым, как, например, какие-нибудь «Звездные войны». Вот и все. То есть такое кино, у них все это время выходит подобное... Как и у нас зачастую выходят такие картины хорошие, но они не будут массовыми. Вот это проблема. Ну, кстати говоря, «Звездные войны» классического периода тоже, наверное, вот... Ну да, конечно. Почему нет, да? Вот. Но в любом случае... Вот у нас был советский кинематограф. Это был великий кинематограф. Очень специфический своими системами жанров, там, своими системами звезд. Ну, не в том смысле, как в Америке. Да, но все это было. Куда все это делать? Я знаю только один аналог в мировой кинематографической практике. Опять же, вы меня поправите, потому что вы знаете в сотни раз больше меня. Но вот из моего зрительского ощущения единственный кинематограф, который вот так деградировал, вот так, как наш, это итальянский. Потому что сейчас вот то, что я вижу, итальянские фильмы, это меня ужасает. По сравнению с тем, что было итальянским кино, так сказать, в 70-е, скажем. Мне кажется, что деградация не только в контексте российского, итальянского, и на Западе именно массовое кино очень сильно деградировало. То есть, я бы не сказал, что это разделение прям по странам. То есть, понятное дело, что у нас резко деградировало в разы быстрее, чем, например, в Америке. То есть, у них там был долгий период, как мне кажется, падения. То есть, опять же, из-за того, что все ушло в деньги, заработок и так далее, можно посмотреть, во что превратили те же «Звездные войны». То есть, изначально, зачем они снимались? То есть, это идея немного сумасшедшего человека, который вот реализовал ее, она выстрелила. Это прибыльно, все замечательно. Снимаются фильмы, снимаются. Потом вот новая трилогия была. И вот сейчас, которая самая новая. Но это же прям вот ни в какие ворота. То есть, это идет деградация не только у нас. Опять же, «Красный воробей», который был обзор тоже. Ну, такие деньги вбухивают в кино. Ну, и люди смотрят... Кстати, я про деньги тоже забыл сказать, что ведь деньги сейчас вбухивают больше. Огромное количество денег. Ну, кстати, «Звездные войны» уже вторая трилогия меня сильно расстроила. Хотя все равно... Ну, по сравнению с тем, что вышло сейчас... То есть, на тот момент она... Меня тяжело об этом судить, потому что первый фильм, который в кинотеатре я смотрел, это первый эпизод «Звездных войн». Ну, да, мы разного поколения. У меня такое впечатление. Второй, естественно, эпизод мне уже меньше нравится. Третий еще более-менее, но потом как бы вышла новая трилогия, по сравнению с которой вот этот первый, второй и третий эпизод кажется просто шедевром великим. Кинематограф с глубинными просто отсылками и аллюзиями просто великое кино. Ну, вот потому что настолько плохо сейчас сняли. Ну, потому что все-таки вторая трилогия была так или иначе привязана и, так сказать, зациклена, закольцована на первую. Не соглашусь, потому что, опять же, снимал, был ответственным Лукас. И хоть как-то вот держались определенные вещи. Но я не скажу, что Лукас там самый великий, талантливый, самый любимый. Ну, я имею в виду вторая по сравнению с первой. То есть, классически... Да-да-да. Мы тут начинаем путаться, да? Вторая трилогия — это вот первая, вторая, третья серии. Они так или иначе должны были привязать все к тому, с чего начинается... Но вот сейчас части выходят, какие они же завязаны. Например, выходила «Ругван» часть, она завязана между четвертым и пятым эпизодом, то, что происходило. То есть, они пытаются завязать на то, чтобы, естественно, на ностальгии люди пошли, но уже не получается, потому что качество фильма очень сильно хромает. То есть, техническая часть, бюджеты — все восхитительно. Это все научились снимать очень круто. А вот сценарии... То есть, мне не важно обычно, как все это выглядит визуально. Уже давно не столь важно, как визуально. Важно, что хотят сказать и какой сценарий. И именно в этом главная проблема. Если сравнивать с той же новой трилогией, там, первый, второй, третий эпизод, то, что сейчас показывают... Ну, хорошо, но мы согласились, что стали делать плохое кино. Но вот что в головах людей, которые делают плохое кино? Почему они делают такое плохое кино? Кстати, у меня еще одна вещь поразительная. Вот я смотрю, ну, поскольку я все-таки отчасти историк, понимаете, меня всегда интересует историческое кино. Я вижу, что вот исторический сюжет сам по себе невероятно интересен. И коллизии событий, персонажей и так далее. Потом вдруг вижу, что они все это правят, исправляют, дописывают, доделают. И это становится менее интересно, менее увлекательно, менее ярко. Ну, можем, например, провести движение вверх непосредственно. Ну, вот, да, как раз к этому хотелось. Что в головах у людей, что заставляет людей делать это? Моя теория в том, что... Это лишь теория, но, тем не менее, так как сейчас волнует, опять же, получение прибыли, тех же авторов движения вверх, они про славление, как они постоянно говорят, надо помнить все наше, вот это вот победы наши. Помните, как мы побеждали? И так как главная прибыль, они просто посмотрели и нашли фильм, который был успешен в свое время, который примерно на ту же тему, примерно вот там такая же, более-менее... Это американский фильм. Да, но он был успешен. Вот у него есть сценарий, этот сценарий выстрелил. То есть вот сейчас снимать по сценарию, который там новый сценарий писать на основе реальных событий, опасно, а вдруг не получится. Здесь есть пример, когда получилось. Берется за основу сюжетная линия и сюжетные ходы того фильма, который был успешным. Перетаскивается к нам, как-то вот перерабатывается более-менее, но в целом сохраняет свою структуру и вываливается в кинотеатры. Тот успешен, и внезапно движение вверх успешно. Влияет ли это? То есть теперь будет третий фильм, какой-то четвертый, пятый, который будет по шаблону сделан. Сейчас нет, по шаблону-то безусловно. Делается кино безусловно по шаблону. То есть тут самый ужас в том, что они те события, реальные события, настолько изуродовали. А насчет того, что сейчас пойдет большое количество подобного кино, это безусловно. Потому что сам режиссер движения вверх говорит, что это не паханное поле. Здесь очень много зрителей, жажда побед, жажда вот этого все. Будет такое кино, и очень много такого кино будет впереди. Потому что, опять же, спорт, победы, замечательно. Надо верить. Тема победы же, ну, это такая большая тема кино, это же действительно тема и советского, и американского. Не, не, я даже не в контексте, имеется в виду победы, реальные существующие победы, которые были. И вот экранизация их, чтобы поднять там тот же дух, что смотрите, перед Олимпиадой, это фильм как раз там выходил, и в конце нарезка кадров, где вот советская Олимпиада идет, потом в Сочи, она вот переходит медленно в Сочи. То есть приписаны победы другого общества. Ну, это что? Вот, ребят, мы одно целое, мы все вместе, давайте так же победим. Ну, то есть, идея-то в этом. Но Советский Союз был немножко другим обществом. Безусловно. В этом вся суть. Но, ведь понимаете, тема победы, она же может по-разному быть сводена. В советском кино, ну, опять же, классическом, победа же не была просто победой, да? Она была, ну, каким-то, даже моральным вызовом, очень часто, или моральной проблемой, или там личным, даже не достижением именно, на вот, так сказать, личным путем какого-то, так сказать, преодоления чего-то, да? Но это даже, это не даже, не только в советском, это в целом в нормальном кино так происходит. То есть ставится какая-то проблематика, если человек идет там, к своей победе, он преодолевает через трудности, еще что-то, еще что-то, личное отношение меняется и достигает. Свою себя преодолевает. Или вместе с командой, там что-то, и он меняется из-за вот этих вот ударов судьбы, и вот это изменение позволяет ему победить. Вот, например, взять тоже движение вверх, там нету вот этого какого-то удара, там есть удары, но на персонажи, они вроде как не влияют. И раз, и победа. И потом все говорят, надо верить просто. Ну, это то, что мне не нравится и в этом американском кино типа Рэмбо, да? Смотря какая часть. Ну, какая именно. То есть вот первое, я считаю, что первый фильм, мне очень... Самый первый, где он еще возвращается из Вьетнама только, да? Не там, где он во Вьетнам попадает. Ну, это вот, там же Клюкова пошла, там боевички. Нет, ну это же просто боевички такие, грубо говоря, от них многого не ждешь. Это не хорошее кино в том понимании, в котором оно должно быть. Это вот Шерпотреб, который выпустили. Ну, там идеологий еще очень много. Идеологий, особенно в третьей, прям замечательный. Мне самое любимое в третьей части, это когда показывают матрешку в виде мины и говорят, что русские подбрасывают вот эти матрешки, игрушки, грубо говоря, и дети афганские берут их и взрываются. Вот Афганистан хотим уничтожить в контексте детей. Вот это замечательно. Идеологий там очень много. Ну нет, первый, да, первый, Рэмбо 1, да, совершенно верно. Там-то есть некая коллизия, и вот как он там... Один против общества, оказывается. Опять же, взять... Замечательно, есть первоисточник. Он гораздо суровее вот этого фильма непосредственно. То есть в первоисточнике Рэмбо это сумасшедший, практически сумасшедший ветеран Вьетнама, потому что он всех режет там. И самое интересное, вообще, мне очень понравилось в контексте книги... В Кенополу случайно кого-то убивает в первом... Там технически, он кидает камень, и там попадает вертолет, и не справляется с управлением, человек выпадает. Но в книге он всех режет вообще. Но самое интересное в самой книге, то, что там противопоставляется непосредственно Джон Рэмбо, ветеран Вьетнама, и забыл, как полицейского звали. Полицейский вот из этого города, он ветеран Корейской войны. И там еще вот это вот очень интересное противопоставление идет. То есть там два разных мозга, грубо говоря, друг против друга. То есть это был первоисточник довольно сильный. Его немного изменили, но тоже я не скажу, что там изуродовали в плохом смысле. То есть выдали продукт с немного другим посылом, но в целом посыл есть как таковой. А вот потом продолжение, это лучше прям не говорить про них и не вспоминать. Нет, ну в контексте плохого кино как раз есть, что вспомнить. Нет, ну потому что, я говорю, наше кино, оно вот поразительно, ну действительно, то есть массовое кино мы берем, мы сейчас не говорим о арт-хаусе, мы сейчас говорим о массовом кино. Оно как-то поразительно не цепляется за психологические какие-то драмы, там, я не знаю, конфликты, именно психологические. Вот что поразительно, что они не могут сыграть эволюцию персонажа, они не могут изображить. Вот что удивительно, я вот не думал, что приведу в сравнение опять же тоже западное кино, но если взять хорошие примеры, например, массового западного кино, то именно в хороших примерах там такое вот, как, я не знаю, даже стражи галактики взять. это Марвел и так далее, но там авторы, которые писали, по крайней мере, сценаристы, они проложили все вот это изменение. Потом, проблема вот таких фильмов в том, что потом появляются сиквелы, а вот в сиквелах уже это хуже гораздо, и потом будет еще сиквел, и там вообще это, и то есть это все рано или поздно загубится, вот в этом проблема. Если получим сиквелы движения вверх, то это будет уже совсем страшно. Я вообще не знаю, что там будет, то есть в теории это обещается, сейчас они, я не помню, про какой спорт сейчас снимают, но что-то снимают, но с другой стороны, вот были до этого фильмы, которые не особо выстрелили про спорт, это про современные, не советские победы, это современный спорт, был фильм чемпионы, что ли, там вообще замечательный тезис, там как раз фигуристы катаются, 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 вот они с американцами посоперничали, ждут оценок, и стоит тренер, смотрит на оценки, видит их, боженька все-таки есть, вы победили, это такой классный тезис, ну то есть замечательно, замечательное кино, и оно как раз в этом плане очень сильно мотивации, логики, поведение, это все, конечно, сильно деградация. Нет, но победа, которую боженька нам обеспечит, понятно, это, кстати, вот это, кстати, очень в духе современной России, то есть нужно не сильно напрягаться. Нам что-то, как говорил великий Марат Башаров в своем интервью, надо верить, тогда мы победим, то есть тренироваться не обязательно, надо верить просто. Нет, говорю тебе не менее, если взять тему победы, то есть она, все-таки, вот видите, мы пришли к тому, что в самой теме победы ничего плохого нет, но она деградировала, она лишилась психологического или какого-то еще морального, может быть, ну морально-неидеологического, морального, более глубокого, господи, или этического какого-то компонента, она лишилась компонента выбора, да, то есть вот победа, которая достигается за счет того, что нужно чем-то пожертвовать, например, сделать непростой выбор, решение принять, которое, может быть, как ни поверни, не очень простым и не очень морально даже однозначным, Поэтому вот В этом кино нет Такого, скажем Морального смысла в таком случае На самом деле можно гораздо проще Это сказать, это просто плохое кино Именно из-за плохого сценария То есть вопрос вот там Победы, выборы и так далее Это же вопрос сценария То есть сценарий, если написано, что Персонаж сталкивается с таким Если вообще сценарий составляется По классическому пути Героя и так далее То этих вопросов вставать не будет А почему персонаж это сделал Там все видно непосредственно по действиям персонажа Но так как в сценарном тоже плане Как-нибудь Почему победить? Доверят они Вот подход именно такой Бог поможет, да? Да, и действительно оно же так и снимается И мало того, люди принимают это Люди смотрят и ходят в кино А вот, кстати говоря, отходят ли? Движение вверх сбора 50 миллионов Мы знаем, что на Сталинград Загоняют людей, просто школьников Многих загоняют, но Как-нибудь Я убедился в этом на 100% Дайте, пожалуйста, мне Россию-1 Первый канал И любой просто Самый отвратительный фильм На него сходит как минимум Там вот на 20 миллионов долларов Люди сходят А это вот Викинг Это совсем невыносимое кино Но на него сходил 20 миллионов Прибыль у фильма Ну не прибыль, а сборы Я сейчас просто хочу вас Лично поблагодарить Потому что вы мне спасли Огромное количество времени За исключением, наверное, движения вверх Потому что он идет 2.20 Больше, чем сам фильм Да Так вот, я хочу сказать Я уже так понял Что лучше смотреть Сразу же обзор Бэткомедиан Чем идти на это кино Нет, а вообще Проблема-то Как раз Какие-то вот Именно выстреливающие фильмы Их, безусловно, надо смотреть Я бы не сказал, что Обязательно в кинотеатре Потому что Это за звание Вашем обзоре смотреть Или можно непосредственно Потом уже ознакомиться Но зачастую То есть Потом пересматривая фильм Который вот Если он выстрелил То, да, его надо смотреть Чтобы понимать Хотя бы о чем говорят Но вот если это Какой-то Комедии какие-то Или там Михалкова что-то Я думаю Уже надежд Это не должно быть ни у кого Что сейчас Никита Сергеевич После стольких провалов Снимит что-то великое Грубо говоря Хотя, безусловно Это великий режиссер Но Был Да Был То есть Но Тем не менее Что сейчас Опять же Когда я говорю про Никита Сергеевича У меня Самый любимый фильм Это Свои среди чужих И мне всегда так Плохое кино Утомленный солнцем Но при этом я очень люблю Свои среди чужих У меня вот эта вот Двойственность А Утомленный солнцем Первый вам тоже Вы относитесь уже к плохому кино Или все-таки Утомленный солнцем 2 Просто Если посмотреть Утомленный солнцем 2 Можно считать Что первый фильм Один из самых величайших То есть тут же все в сравнении То есть безусловно Опять же Никита Сергеевич Снимает Великолепно Вопрос Что он Что он Запихивает В фильмы Нет, тут скажем Механический пианино Был хороший фильм Безусловно Я к тому, что Я недавно ознакомился С замечательным выступлением Никита Сергеевича Когда он За Непосредственно Ельцина Ельцина продвигает На выборах Что это замечательный человек Вот как раз был 90 какой-то год Когда Проспонсировали фильм Утомленный солнцем И как раз Когда Раздолье вот такого было Потом Недавно Я смотрел У него замечательный выпуск Безагона Где он клеймит Вот ужасный Ужасный Ельцин Там было с Горбачевым Что-то вроде этого И потом Он же Я сейчас читаю книгу Как раз про 80 Какой 85-й по-моему Год Съезд Кинематографистов Идет И там как раз Идет борьба За то что Вот у нас По-моему 85-й Съезд был 85-м Или может быть я путаю Ну вот Переломный съезд Да-да-да Самый вот как раз Когда поднимались Перестройка Перестройка Да Поднимались вопросы И я когда читал Я такой Серьезно То есть там Никита Сергеевич Никита Сергеевич был из тех Которые Не надо Не надо вот этих изменений Давайте Держитесь Не надо То есть этот человек Который стоял Именно в контексте Он был консерватором Не надо вот Сейчас эти изменения Зачем вот эта вот Свобода в контексте кино Как продвигали Свобода будет Но при этом Этот же человек При Ельцине Говорит Что замечательно Свобода-то наступила Все классно Вот тогда ужасно было Классно Потом вот в 2000-х Непосредственно Он же говорит Точнее вот сейчас Говорит что И вот тогда было ужасно Когда он защищал тот строй И вот при Ельцине Прям А вот сейчас классно Вот мы достигли Наконец-то Замечательного периода Да Вот мы в раю Если сейчас этот период Закончится Я чувствую Следующий период Тоже будет самым великим А наш ужасный Просто мы здесь все В рабстве Просто же как и всегда Ну да Ни одного периода не будет Только вот нынешний Будет хорошим Ну знаете Это немножко напоминает Логику Которая была заложена В истории КПСС Если посмотреть Каждый вот Историй КПСС Написан в 40-е годы Потом написано Ну издание Да 50-е при Хрущеве Потом значит уже Постоянное переобывание Грубо говоря Да То есть четко видно Вот что Нет там была еще одна Вещь Которая сейчас утрачена Но что-то они такое Пытаются поймать Что в целом Линия партии Всегда была правильная Но в каждый конкретный период Нужно было справлять Ошибки Сделанные предыдущим Руководством Ну вот это Это логика И сейчас У людей Которых что-то там Создают И творцы Которым доверяют бюджету Вот это вот Оно прослеживается Там не будем трогать Новых людей Которые пришли сейчас Со своими идеями И так далее Но вот это вот Опять же У кого были свои идеи Например В 90-х Как-то вот Их Те же творцы У которых была власть Они их прикрывали Взять там Я понимаю Что это не какой пример Там высокобюджетного кино Но это опять же Жанровое кино Которого не было В Советском Союзе Оно появилось После развала Какой-нибудь вот фильм Упырь Вампирская тематика Да Советский Союз Вампирская тематика Была неважна Да Там замечательный Автор Я понимаю Что это эксплуатационное кино Но тем не менее Там придерживалось Оно простое Но там придерживалось То есть нормального сценария Более-менее То есть я понимаю Что это опять же Простое кино Это никакая Не высшая там пробы Но тем не менее В данном В данном периоде Я до сих пор считаю Один из лучших фильмов В 90-х Хотя безусловно Простой Там и так далее Но он мог повлиять На развитие Нашего кинематографа Это вот сейчас Пытаются что-то в ужасе А могли уже тогда Начать Грубо говоря Ну тем более Вампиры Это как выяснилось Настолько перспективная тема Там замечательно Мне очень нравится идея Как режиссер Это все Перетащит Вот бывает Копируют Западные фильмы И так далее А там режиссер Очень хорошо перенял На тот момент Он поймал момент И так далее То есть там Вампиры-бандиты 90-х Вот это все И они вампиры То есть оказывается Что бандиты Обычно Они вампиры еще И тут еще Так прослеживается Самая очевидная Понятное дело Мысль Там бандиты-вампиры И сама подача интересная В контексте России 90-х Это все То есть меня вот Этим фильм покорил То есть немножко И социальное Даже кино получилось То есть вот в этом плане Я понимаю Что это Это видно сразу Это понятно Но Когда смотришь Хорошо На наши рельсы Перетащили фильм Вот подобный Ну кстати говоря Просто еще раз К вашим обзорам Хочу сказать Про То самое Движение вверх Которое по-моему Занимает больше времени Чем сам фильм Да-да-да 20-20 Но Это вызов Да Это был определенный вызов Причем вы его делали долго Я так понимаю Да-да Но они долго не выпускали еще Вот Но я должен сказать Одну вещь Что Одна моя коллега Анна Очкина Которая здесь тоже На этом канале Периодически появляется Она сказала Что она сначала Посмотрела фильм И даже По-моему написала Да у нас даже есть Рецензия Ну и такая Рецензия была Благожелательная Относительно Ну слава богу Не совсем Ну да-да-да Хотя бы что-то Бывает и хуже Ну как бы Может быть все-таки Как-то начинаем Понемножку выкарабкиваться Начинаем делать Больно-менее сносно Потом выясняется Что все то Что ей понравилось Это было просто Сворованное Из американского кино Чего она просто не знала И потом она говорит Вот случай Когда обзор Полностью изменил Отношение И не только ее Отношение Почти всех зрителей Которых она знала Которые тоже Так отнеслись Благожелательно К этому А тут У меня например С мамой были споры По этому поводу Ей фильм понравился Но я ей никакой Не обзор свой скидывал Я просто сказал Посмотри пожалуйста Фильм вот с Куртом Расселом Фильм мне нравится Например Посмотри Она посмотрела Сказала да Все я поняла Да То есть тут вопрос Даже не обзор А просто вот этой информации Сказать Даже не то что там Кого-то Они из плагиатили Все И человек сразу Естественно Все вот эти восторги Они как-то Преуменьшаются Ну в любом случае Вот скажите Такую вещь Все-таки Где границы Между плагиатом Перед тем Мы перейдем уже К вопросам Где границы Между плагиатом И собственно Вот Скажем так Ну Культурным контекстом Референсами И так далее Да Это же тоже Часть Тарантино Да Безусловно Это тот же Бешеные псы Там столько цитат У него Даже не цитата Там практически Полностью сюжет Но там идея была В другом Я уже забыл Я очень давно Смотрел оригинал Этого фильма Который Бешеные псы Там была идея В том что По-моему Они до ограбления В ресторане Никогда не сидят Нет Я имею в виду Оригинал Есть же Грубо говоря Есть оригинал Этого фильма Это я не знал Видите У меня Да Но Он настолько Он очень Разительно Отличается То есть По сути За основу Взята идея Но Нету Общей структуры Такой же Один в один Нету диалогов Один в один И Как раз Это проблема Большинства Отечественных Фильмов То есть Они Берут Например Западное кино И не просто Идею западного Фильма Это нормально Они берут Полностью Структурно Персонажи Идеологи Вот сцены Вот этот Один в один Сцены даже берут Тарантино Например Такого себе Не мог позволить Тем не менее Да Вдохновение Очень сильно Он черпает Непосредственно С азиатского кино Нет Нет Мне кажется Что Даже Если Какие-то Сцены Методы Съемки Что тут берется Это все же нормально Тут проблема То что они взяли Структурно Полностью Тот фильм Тех персонажей Все оттуда И попытались Вогнать Отечественную Историю Вот в это все Не влезло Прокрустство ложи Да Два вопроса Потом уже Перейдем к вопросу Смотрителей Но Значит Я так Кстати Я не посмотрел Честно признаюсь Я не посмотрел Ваш Обзор По Дюнкерку Нолана Нет Я не делал Или вы Не делали Поэтому собственно Я не посмотрел Но вам он Не понравился Нет Потому что Мне он как раз Понравился Я честно признаюсь Потому что Может то что он Действительно еще В контексте Английского кино Для которого Кстати в отличие От нашего Американского Очень важна тема Поражения То есть поражение Как испытание Которое как раз Показывает какие мы молодцы Потому что мы пережили Поражение Вот Но хотелось Вот тут В этом же контексте Вы видели Дюнкерк по-моему 58-го года Нет Я не посмотрел Вот Но мне кажется Что он в разы Будет лучше Вот я вам советую Сравнить Потому что Как мне кажется Вот был Кстати обзор У Красного Цинника Но у него в контексте Еще сравнение С историческими событиями Что тоже безусловно Вносит свою лепту Я оценил Дюнкерк Именно как фильм И В контексте Именно фильма Как мне кажется Сценарно я Или возможно Лично у меня Неприязнь к такому кино Но Сценарно там нету По сути Кроме одного персонажа Нету Ни истории Ничего То есть Вот показывают И показывают И это Выдвигают Как фишку Что вот Дух войны Страх Еще что-то Не в этом Не в этом Есть одна история Персонажа Это непосредственно Том Харди Который летел на самолете Вот у него Есть какая-то Сюжетная линия У остальных Я ее и не заметил Просто Идиоти А потом Как оказалось Мне кажется Я всегда грубо Резко высказываюсь Это именно Когда узнаешь Еще и про исторические События Ты вообще Отстраняешься От этого фильма Но больше всего Меня убило После Дюнкерка Когда Они возвращаются Домой Сейчас всех Нас будут ненавидеть Потому что мы Отступили И им дают пиво Говорят Вы герои Я такой Я по фильму Не понял Почему они герои Вы не поняли Но это как раз Я вам советую Я понимаю Грубо говоря Идея поражения Но можно же взять Выдержали Выстояли Какой-нибудь Забыл Германа был фильм Про Предателя Который потом Как раз вот Можно Проверка на дорогах Да Проверка на дорогах Я не знаю Правильно ли будет Сюда его приплести Или какое-нибудь Восхождение Ладно Хотя нет Восхождение там сильное Проверка на дорогах Я понимаю Что вы имеете ввиду Тема поражения Грубо говоря Рассмотрена Но тем не менее Сравнить Нельзя их сравнить Я понимаю Но сравнить тему Проверки на дорогах И Дюнкерка Я понимаю Что это в разных сферах Фильма Абсолютно Но вот Идея поражения Наши более психологическое кино Даже не в этом Но то есть Там Опять же Есть сценарий Вот это прописано Здесь Как мне кажется Не был сценарий Здесь Как мне кажется Нолан Мне нравятся фильмы Нолана Например там Начало Мне нравится Помни Но он во многом Делает ставку На то Как подать это кино То есть Под каким соусом И вот там Дюнкерк подавался В том числе Что это вот Это атмосфера войны Вот это вот Почувствуйте Вот этот Постоянный страх Я понимаю Что здесь Идея была в том Что видимо Как мне кажется Показать противника Неким смерчем Это грубо говоря Природное явление Которое вот сейчас Нападет на тебя И уничтожит Но мне это не вызывает Самолет-то есть Самолет он вот такой Он пролетает Взрыв Ребят Война Давайте как-нибудь Что-нибудь делать Обороняйтесь Вы просто бегаете Самый главный тезис Фильма После которого Я понял Что все будет замечательно Персонаж вначале Говорит Я хочу в туалет И он То есть Зачем все это Почему он Ну то есть Я вообще В этом плане Ушел Жутко расстроенным Тем не менее Я смотрел фильм В Америке Зал хлопал Действительно Герои Герои молодцы Нет Надо сказать Что для американцев Это тоже новость Они просто забыли Вообще Что воевал кто-то Кроме них И до них Это кстати Говорю серьезно Нет Тут тогда нет Тут немного иначе Тут идет план такой Что Они не воевали Они отступали А мы воевали Тогда вот в этой логике Ну тогда нет Ну знаете Это самый Господи В очень Очень посредственном Даже я бы сказал Скорее плохом Американском фильме The Devil Brigade Тоже Которую наверное Не видели Там есть одна Совершенно фантастическая сцена Фильм Фильм вообще никакой Да То есть совершенно никакой Но там есть Совершенно фантастическая сцена Там должны были объединить По-моему Роту Или батальон По-моему Роту все-таки Да Один смешанный батальон Там одна рота канадская Одна американская И вот Американцы там Расслабленные Они там еще дерутся Какой-то Полный Полный хаос Да И потом вдруг слышат Значит Волынка И идут Канадцы И идут канадцы И они Они идут строем Кстати Шотландская Шотландская Канадская шотландская Бригада Из Новоскота Значит В юбочках В килтах Они устроем Четко С волынкой Значит Выходит Канадский офицер Значит Отдает честь По британскому стандарту Значит И Он смотрит на этих американцев Говорит God save the queen The king God save the king Лейтенант говорит God save us Значит Как вы будете с ними воевать И потом Канадцы говорят Мы-то воевали Мы были в Дюнкерке Мы были еще Где вы воевали Где вы были в это время Вот И там вот весь этот конфликт Между канадцами и американцами Канадцы-то воевали В сороком году То есть фильм про конфликт Непосредственно На таком уровне Да нет Ну там в конце Получается Там естественно В конце Там все вместе Объединились И как-то А дальше там Как-то они с легкостью Начинают Воевать Крошить немцев И дальше начинается Вот такая Дальше начинается То самое плохое кино Но вот одна сцена Вот эта вот Коллизия Да Вот А Дюнкер первый Почему я советую Посмотреть Он снят Когда были Не просто живые Но в естественной степени Молодые участники Да Я понимаю И это фильм Снятый Людьми Которые все это пережили И он как раз Очень построен На мелких Таких Там множество Персонажей С психологическими Деталями Какими-то Например Когда они Они эвакуируют Госпиталь И говорят Ну тяжелых Мы увезти не можем Даже с ними Оставить врачей Военнослужащих И значит Ну как Вот кто останется Ну мы не можем Дать такой приказ Начальник госпитал Говорит Дайте тянуть Жребий Вот И они тянут Жребий И жребий Выпадает Единственному Медицинскому Офицеру Еврею Вот И просто Его лицо Показано И говорит Да Выполняй приказ Вот такие вот Сценки Но я поэтому Совершенно не принял Фильм И там Другой И там еще Вот это вот Когда Очень интересно Как собирают Эти кораблики Которые собственно Гражданские Которые выросли Армии Там очень видна Социальная часть Что там Буржуазия не хочет Кораблики отдавать Там это И исторически же Вот это вот Опять же подтверждено В фильме-то Это замечательные люди Вдруг толпой Решили приплыть В реальности Это немного иначе Там видно Что вот Нет Эти самые как раз Рыбаки Лоу-миддл-класс Среднего класса Какие-то Твои лодочки Они сразу радостно идут А буржуазная Публика Ну как же Моя лодка пострадает А мы с вами не поплывем Опасно Ну как Конечно убить могут Еще бы И там только один Из буржуазной среды Один единственный Поплыл со своей лодкой Ну то есть даже Тему социальной Какой-то поднимает Да-да-да Один поплыл И вот он идет По этому пляжу Ну тоже жуткий пляж Тут же Уже лежат убитые Тут же значит Периодически налетают самолеты Ну в общем Все очень-очень страшно И он вдруг Кому-то другу не помню Кто там с ним еще Говорит Слушай Ты знаешь Вот я сейчас счастлив Наверное Сейчас у нас счастливый момент В моей жизни Вот Ну и понятно Что его убивают Через пять минут После этого Но это уже логика Вот там вот были такие вещи Которые очень-очень забирали Последний вопрос Перед тем Как зрительским вопросом Перейти Собибор Ну наш Собибор И опять же побег из Собибора Не успел посмотреть западный Посмотрел наш Я Естественно Посмотрел западный Его когда-то смотрел Когда он только вышел А потом пересмотрел Уже после нашего Ну сначала про наш Тогда вот впечатление Абсолютно Кино, которое меня удивило Вот эти Пассажи замечательные Когда говорят Что Главный вот этот нацист Непосредственно Эсэсовец Глава лагеря Который Кристофер Ламберт играет Когда он говорит Что У меня отец Был антисемитом И вот я его ненавижу А потом пошел убивать евреев У меня вот это удивление Ну как вот это можно написать Я понимаю идею того Что Немец тоже человек Можно ее поднять Допустим Но Глава лагеря Эсэс Этот человек Опять же Можно загуглить Что он делал Когда вступил в партию Еще что он делал По своей жизни И он ненавидит Своего отца За То что Тот не любил евреев При этом ты уничтожаешь евреев И там вот эта Неразделенная любовь Еще что-то Ну то есть Это фильм Меня удивил Настолько он Плох Именно вот в этом плане Идиоти Которые он опять же Предлагает втюхивать зрителю Опять же Фильм Это вот Слухи Что фильм Снимали Он выходил Так себе Потом вот Пришел Непосредственно Хабиенск Это не изначальный проект Хабиенск Не такой Да Насколько вот Ходят слухи такие Есть еще больше Слухи Что дескать Сказали Что Хабиенский снимал Что фильм не так Чтобы обгаживали То что Константин Довольно уважаем В среде там Актеров Режиссеров Народа Потому что Много здесь Опять же В контексте народа Он помнит еще По убойной силе Еще что-то Опять же Начненный дозор Который был успешен В прокате И люди смотрели Знают И Есть одна из теорий Что на него спихнули Чтобы оправдаться Этот фильм Есть вторая теория Что На каком-то этапе Передали этот фильм Но фильм По мне Довольно плохой То есть Я не понимал Зачем Почему Ну и Сценарий Рваный Видно что Подходили к созданию Несколько человек Как минимум За режиссуру И не один Моз какой-то следил Два разрозненных Как минимум Есть какие-то вставки Там Он Знаменитый Вот статус Что Я в своем фильме Показал Как из советского человека Но это чушь собачья Становится нормальной Но этого нет Слава богу Фильм Нет Я вот и не понял В какой момент Слава богу Этого фильма нет Да Он анонсировал Так Я уже захотел посмотреть Где там вот этот момент Когда советский человек Становится нормальным Там любовь Он говорит Что он встречает девушку А я не вижу этого в фильме А где у него там Непосредственно У него есть какие-то там То ли флешбеки То ли глюки Какая-то девушка Ходит постоянно Красивая А знаете почему девушка Дело в том Что там для того Чтобы общаться между бараками Там нужно было иметь Какой-то повод И вот этот самый Оргкомитет восстания Он Печорскому Он Так сказать Ну должен был имитировать В своем отношении Почему он ходит В эту часть Лагеря А там был женский барак Ему Подобрали девушку Которая должна была Имитировать С ним какие-то отношения Но в фильме Это вообще это А в фильме Откуда эта девушка берется Непонятно Ну допустим Ее привезли Вопрос Какие отношения у нее Она просто ему Что-то постоянно говорит Она как призрак То есть я Как вариант ожидал В конце Ага Ее никогда не было Я не знаю зачем это Но Из-за того что Из-за того что Это не объясняют Почему она появляется У меня складывалось впечатление Что сейчас какой-то Просто Невероятный поворот Событий будет Но его тоже не случилось Ну а Хабенский сам Хабенский как актер Замечательный Тут Спору нет Но Я так и не понял Опять же Его персонажа Поступки очень странные Вот Я просто не люблю Когда до зрителя Вещи Вот так показ Например Утомленный солнцем 2 Это знаменитая сцена Покажи сиськи Я не особо понимаю Зачем это делают То есть я понимаю Идею которую Хочет сказать Режиссер Но зачем Такими методами И вот в Сапиборе Когда К нему цепляются Евреи Он снимает Вот смотрите Обрезанный Можно как-то Другими методами Ту же идею И опять же Мне не понравилось Сапиборе Я пока не ознакомился Не изучил Материалы И так далее Но Мне не понравилось Демонстрации Персонажей Там все Сволочи Евреи Ужасные люди Один Хабенский Нормальный Все какие-то То ли полукрысы То ли Все какие-то Вот Это русский Этот Поэтому доказывают Что он еврей Типа ребят Но Я так и не понял Почему все Сволочи Кроме Хабенского Так и должно быть В реальности Так было Почему все Изображены Какими-то уродами Чуть ли не к немцам Может немцы Нормальные В этом фильме Кто здесь Один вот Хабенский молодец В конце всех Каким-то образом Я тоже не понял В какой момент Надо сбежать Почему надо сбежать Но нас убивают Ну да Надо сбежать Давайте сбегаем То есть Ничего не прописано Ничего не продумано Этот фильм Вываливают Говорят Что опять же Память Холокост Надо помнить Безусловно Надо помнить Но не надо фразами Холокост Что надо помнить Холокост Сбивать как раз Критику фильма То есть зачастую Уже бывает Что фильм Кто-то начинает критиковать А вы критикуете События Как так можно Ведь это же Такое событие Вы сволочи все Но нет Надо понимать Что критикуется Непосредственно фильм И как это все подается Поэтому И особенно замечательно Есть сцена Там когда Фильм Я не помню 12 плюс Или еще меньше Там есть сцена Где человеку Череп проламывают Мозги показывают Вот Хабинскому И ребятам Вот этим Можно вот это Детям показывать А вот когда Приезжает Смерть Сталина Вот это вообще В кинотеатре нельзя То есть Ну как вы это делаете Ну то есть Тут явно видно Что одним Вот все разрешаем Другим вообще ничего Ну и еще вот это Конечно Вызывает вопрос Ну с Абибором Я просто Я-то думал Что вы Escape from Абибор Бег с Абибором Видели Я читал только Про события Что реальный Непосредственно Участник этих событий Главный герой Хотел поехать Хотя бы Перестройка Его приглашали Его приглашали Его не пустили Его не пустили Нет Но это все Но там конечно Странно Там Рудгер Хауэр Такой вот Совсем уж Прямо Ориц Ориц Да Красавец Он играет Вот этого Самого советского Офицера Еврея Да Но он сделал Одну вещь правильную Он прекрасно понимает Что он советского Еврея Не сможет сыграть Фильм английский Снимается в Югославии Ну Югославы Слава Богу Что-то там понимают Англичане в общем тоже Ну вот он должен сыграть Советского офицера Из еврейской семьи Но он что понимает Видимо Что он Это не может сыграть И он играет Просто офицера Он просто играет Вот такого Настоящего Военного И там конечно Самый сильный В этом очень затянутом На самом деле Фильм Очень самый Самый сильный эпизод Когда вот эту группу Советских военнопленных Приводят И они Их приводят в лагерь Он идет впереди И Когда они проходят Мимо Вот этого Начали Командование лагеря Вот они идут Ну понятно Люди идут Вот так Замоченные И он А вдруг командовать Переходим Строевой шаг И они Строевым шагом Проходят Вот так Как Солдаты Что они именно Солдаты А не Заключенные Это действительно Сильный получился момент Опять же Он показывает Определенные вещи В контексте сюжета Фильм Здесь-то нет Здесь просто Давайте восстанем Давайте восстанем Ну хотя Кстати Это место Это же До известной степени Отсылка к Мосту Они вот В Бегстве Собибора Там есть Вот этот момент Когда они Вдруг Вот показывают Что они Не сдались Когда они Видят Вот как Принимают Ну как Но здесь Видимо И они Причем Это делают И перед Лагерем Перед Заключенными И перед СС У Хабенского Видимо Это была Сцена Где он Яблоко Ест Ну да Но она Тоже Очень Странная То есть Поешь Яблоко Я не хочу Нас кормят Замечательно Да я вижу По твоему лицу Что кормят Замечательно К чему Это все Нет На мой взгляд Хорошо сыгран Нет Не в контексте Сыгранности Речь Что про вид Он говорит Как я понимаю В чем была логика Режиссера В том Что показать Что Ужасные условия Их не кормят Ничем Но визуально Я вижу Что в принципе Он здоровый человек Он выглядит здоровее Меня Кушает хорошо В чем Юмор Точнее Не юмор Выглядит Как юмор Но в чем суть Ситуации Когда он говорит Не-не-не Мне яблоко Не надо Нас нормально Кормят Но это видно По актеру Что его не загримировали Даже вот Худые впалы Щеки не сделали Обычный Хабенский Замечательный Стоит Замечательно Он играет хорошо Да Но опять же На вид Это как Вот в голодных играх Когда Говорят Что персонаж Там у них голод Ужасно Щечки замечательные Я понимаю Что это Довольно Такое Придирка Но оно сбивает Сразу весь настрой Если вы говорите Что у вас Холодно и голодно Почему у вас Грубо говоря Полноватый Прекрасный По внешности Люди Безусловно Талантливые актеры Но почему они полноватые Ну Загримируют технологии Можно же Что угодно сделать Ну кстати The Darkest Tower Там же Прочерчили Да Там же В общем Как-то не смогли Это сделать Ну опять же Гримм сейчас Все позволяет Что угодно Можно На какие только Ухищрения Нельзя Опять же Там мне не очень Как это было Мне не очень нравится Как это сделано Но оно было сделано Тем не менее Там вот В смене планов Видны просчеты Но опять же Идеяна Взять Какого-нибудь Марсианина Там есть сцены Когда они показывают Что он исхудал Они берут Дублера Который худой И они там Перебиваются Кое-как Снимают Дескать Это вот он Там загримировали Немного По лицу Видно конечно Что тело Как бы не его Но ты веришь Все равно Ты веришь То что Его не кормят Точнее Он там не ест Ничего Ты видишь Что он исхудал Здесь такого нет Здесь он говорит Я не буду яблок Ну правильно Окей Отказался Отказался Ну что ты Ты и так поел Видимо в обед Хорошо Дорогие зрители Переходим ко второй части Нашего разговора Теперь уже я буду В основном выступать В роли чтеца Буду зачитывать вопросы По старой традиции Рабкора Вообще-то Вперед идут вопросы Которые приходились С донатами Но сейчас все будет Очень демократично Поскольку Донейшн Просто не работает И мы даже не знаем Были же донаты Под эти вопросы Или нет Поэтому будем просто Все зачитывать Единственное Что может быть Я все подряд Не смогу зачитать Если чей-то вопрос Пропадет Ну прошу заранее прощения Но постараюсь Чтобы все было И какие-то вопросы У нас отчасти Уже прошли В нашем собственном разговоре Так что может быть Тоже я их не буду дублировать И все-таки Начну с самого простого Что у нас наверху написано Или к тому Что первое пришло Почему Евгений Часто говорит Неправдоподобно В обзорах Фантастических фильмов Чужой И другие фильмы Как мне кажется Во всех фильмах Без разницы от жанра Хоть детское кино Хоть фантастика Фэнтези Должна прослеживаться Определенная логика Грубо говоря Если взять сейчас Современного человека И отправить его Хоть в прошлое Хоть в будущее Хоть куда Он должен поступать Исходя из непосредственно Логики Психологической логики Грубо говоря Человеческой Человеческой логики Он не должен делать Неадекватных поступков Вроде того Мы смотрим фильм Про космос Какой-нибудь Персонаж Берет Открывает Дверь в космос И вылетает туда Ну вот просто Он так сделал Потому что это фантастический фильм Но так не работает Но у него есть чувство Самосохранения Он не будет так делать Потому что он боится Ну вот на таком Уровне Любые фильмы Мне кажется Необходимо расценивать То есть Нельзя оправдать Что это детское кино Или там Это фантастика Поэтому вот он делает Неадекватные поступки Нет Это просто Плохо написанный сценарий Ну да Или просто завязали Как могли Ну да Это плохо написанный сценарий Опять же Ну хорошо Дальше Готов ли Евгений к тому Что кто-нибудь Оскорбится На его образ бога Который появляется В роликах Неоднократно Я надеюсь Что Тем более Это католический бог Ручки чистые То есть Это костюм Куплен в Америке Так что Это Не тот Иисус Про которого Вы думаете Это Другой веры Других людей Хорошо То есть Понятно Значит дальше Как Евгений Относится к фильму О Зоре Здесь Тихий 2015 года И к российским Общим фильмам О войне Кстати Про вот этот советский ремейк Зазорий и Тихий Я Постсоветский Я не осмелился смотреть Вот Я тоже не посмотрел Потому что Я вообще Советские фильмы Про войну Смотрел почти все А вот постсоветские Просто не могу смотреть У меня Одно их фильм Ну вот Постсоветски Брестская крепость была Единственная Пожалуй И то заметим Белоруссия Безусловно Да У меня Брестская крепость Да Вот мне понравился По военной теме А ну Про шпионов Как же фильм Это оригинал По книге Как же он В августе 41 Или как-то так Ну это да Это 44 44 Да Да Это более прилично Но в общем Современные Там одна из вещей Которую прекрасно понимали Советские кинографисты Которые категорически Не понимают наши На войне страшно Мне кажется Даже не в этом проблема То есть здесь нет Вопроса Понятия Преодолеть страх Преодолеть страх Мне кажется Современное кино По крайней мере Отечественное кино Не рассматривается В таких Грубо говоря Они так глубоко Не копают Они просто думают Ну вот Что надо показать Давайте стрельбу Давайте танк Давайте Оголите что-нибудь Там Нету рассуждения Надо вот Раскрыть образ Мне кажется Такими категориями Даже не Не говорю же о том Что батальные сцены Крайне некорректно снимаются Но это уже другой вопрос Хорошо В общем Мы этот фильм Оба не смотрели Обсуждать там нечего Пошли дальше Можно ли каким-то образом Снизу А вот это вообще Такой политический вопрос Можно ли каким-то образом Снизу в кавычках Повлиять на фонд кино Минкульт и других С целью контроля За финансированием И предотвращения Появления фильмов Типа Блогер 2 Викинг продолжение Взломать блогеров А Взломать блогеров 2 Я понял Взломать 2 блогеров 2 Викинг продолжение И других шедевров Какие возможности Видеть сам Евгений Как бороться Против появления Подобного кино Мне кажется Абсолютно никак Не поможет Ничего В этом плане То есть здесь Непосредственно Установленная система Не позволяет Как-то повлиять Снизу Именно на фонд кино Фонд кино Это часть Это небольшая часть Системы И система Будет действовать Как и действует То есть Непосредственно Кто-то там Возможно Мое предположение Никогда такого не было И вот опять Получает деньги С фильмов Как-то отмыв Еще что-то Еще что-то И она продолжается И будет продолжаться То есть Понятное дело Что вот эту историю Всегда в пример привожу Которая была при Министерстве культуры Когда был шуткой Во многом Снималось кино Которое уходило На полки И никто его никогда Не видел Оно уходило Непосредственно Куда-то в библиотеке Его видел режиссер И перед кем Он отчитывался Вы дали денег Нам Это было плохое кино Да-да-да Конечно Детское кино Надо снять Министерство культуры Выделяет деньги Снимают просто Буквально То что Костюмы Которые сняли С бомжа И вот это Баба Яга Это знаменитый фильм Легенда острова Двит Я уже забыл Я тоже сделал на него ролик В самом начале То есть Этот фильм Который Вышел каким-то образом Из этих вот складов И то есть На тот момент То есть это вот для того Американского Как раз канала Нью-Йоркского Да Это замечательное кино Но именно для того канала И сейчас немного Ситуация изменилась Потому что Не допускают Что уходят вообще Туда где никто не видит Но тем не менее Подобное кино снимается Тебе же сломать блогеров Сняли же Никто Ничего И не будет Да Их пошурили После обзора А та-та Не надо Мы проверили Никто Деньги никакие не крал Все вот Все на экране Но давайте Вот год Не делайте ничего плохого В вашей студии Мы вот будем Вот так делать Что вы плохие Но на самом деле Это все продолжается Дальше То есть Дальше будет выходить Никакого влияния Именно у людей На фонд кино Они ваши ролики смотрят Я уверен И насколько мне известно Да И как они Переживают Смотря кто Страдают Страдают Некоторые Некоторые Холодно Рассуждают С некоторыми То есть Там такая информация Доходит Что они там Недовольны Еще что-то А так В целом Смотря кто Продюсеры Недовольны Мне кажется По большей части А Большинству Наверное Плевает То есть А Задели Немножко Нашу студию Ну окей Снимем еще Нам что денег Не дадут И дают Опять И снимают Сколько обзоров Не выпуская На какие-нибудь елки Будут давать На елки и дальше Сколько не выпуская На утомленное солнце На подобное кино Будут дальше давать Тут вопрос Каких-то роликов В интернете не стоит А насчет репутации Она на что-то влияет У нас Увы Вот одна из самых Больших проблем сегодня Что репутация Перестала быть Даже для людей Коммерчески ориентированных Коммерческих Вопрос репутации Никак не работает Особенно Вот в контексте Кино Ну хорошо Про движение вверх Мы в общем уже поговорили Тут большой вопрос Про движение вверх Вот Но тут автор Тем не менее Вопросы пишет Мне показалось Что позицию Бэткомедиана Можно сформулировать Следующим образом Вымысел о правду Но только Когда он имеет Чисто художественные Эстетические цели А не коммерческие Идеологические Или ровно какие угодно Когда он этих целей Действительно достигает Верно ли Я понял его точку зрения Нет Моя точка зрения Что любое Кино Которое снимается По историческим событиям Обязано Получать Художественные Добавления При украшивании Или еще что угодно Но мне кажется Некорректным Использовать Реальные события Реальных людей Во-первых Уродовать Реальных людей Делать из них Там Ужаснейших Самых Отвратительных Или просто Был хороший человек Точнее не хороший Был человек С такими-то взглядами Его сделали Вот с такими-то Мне кажется Это некорректно И некорректно Это даже Не то, что некорректно Это подло Зачастую Контраргументы Мне приводят То, что А вот На западе Какой-нибудь там Гладиатор сняли Или список Шиндлера Ну там-то Приукрашивали То есть взяли Вот Непосредственно Историю Шиндлера Там его Приукрасили Наоборот В художественном Чтобы интересно смотрелось Но персонажа Не сделали Уродом Его Приукрасили Это Ну понятно Почему делается Опять же Это интересно смотреть И так далее И художественные изменения Они могут И должны быть В фильмах Которые сняты По реальным событиям Но опять же Если вы говорите Что он по реальным событиям Он должно быть По реальным событиям Вы не можете Его наслаивать На события другой страны И абсолютно Другие события То есть Немного не так Понят тезис А то, что Это делается Ради прибыли У нас кино такое И это нормально Что делается Что-то ради прибыли Вопрос Подлые вы вещи делаете Или в принципе нормальные Если вы приукрасили кого-то Ну ладно Нормально Почему нет А если подлые То это отвратительно И не важно Цель деньги Там идеология Или что угодно Хорошо Как Евгений оценивает кино Прочих стран СНГ Знаком Не так обширно Но опять же Из Казахского кино Смотрел Ракетир И смотрел С актером Из фильма Бумер Что-то там Где он в поле затерялся Я забыл название Тоже не самый плохой фильм Нормальный фильм И еще Дикое поле По сценарию Луцека и Саморядова По-моему В Казахстане снимали Или это русский фильм По странам Опять же В Грузии Я не знаю что снимают В Армении Не знаю что снимают Грузины мне жалуются Что у них практически умерло Кинопроизводство Да Я вообще не представляю Украинские фильмы Я смотрел Это Они в ужасы ударились То есть у них было Пару ужасов Вот это Про песиголовцев Фильм И про то Как в шахтах Затерялись Люди В шахтах затерялись Который он Очень технически Снят Ужасно И я поэтому Не осилил его А вот Про песиголовцев И ужасно снят И забавный Он очень забавный фильм Последние у них Вот были По военной тематике Непосредственно События Затрагивающие Войну Там Я смотрел сериал Гвардия Хохотал искренне Ужасно смешной сериал Он вот на уровне Отечественного фильма Крым Что-то вот на уровне Настолько же смешной И нелепой И у них вот Недавно была премьера Какого-то фильма То ли как раз То ли Киборги Назывался То ли как Я его до сих пор Еще не посмотрел В целом По трейлеру Техническое исполнение Этого фильма Было на высоте Что там В контексте Сюжетного и так далее Я вот не добрался Но украинское кино Только сейчас По-моему Вот какие-то фильмы появляются Так я даже и не вспомню Что у них выходило В времена развала Я помню В девяносто первом году Был Удушение Или Кислородное голодание Фильм был с огромным Идеологическим посылом Тем не менее Сам фильм Мне понравился Хотя там был Такой вот Это девяносто Какой-то год был И там Дескать Служит В армии Солдат Из Украины Призванный И он вот принципиально Говорит только на украинском языке И тогда еще Идеологический посыл Очень простой Топорный Прям в лицо Пихали Тем не менее Как снят фильм И насколько ужасно Депрессивную атмосферу Он дает Мне вот в этом плане Он понравился По поводу Украинских ужасов Я вспомнил Старый еще советский анекдот Какой ужас Сказал режиссер Хичкок Посмотрел фильм Режиссера Иванова А что за А или это Ну как никакого А это просто Хоррор Нет ну у нас Опять же снимали Какой ужас ВИ из хоррора Я бы не сказал Я понимаю Что в техническом Он выглядит смешно Но посмотрите на современного ВИ и посмитесь Ну еще один вопрос Который На самом деле По-моему Евгению задают Постоянно Но сегодня Раз он к нам пришел То я его тоже задам Написано Евгений Много времени Уделяет обзорам А Что на ты Почему-то пишется Ну хорошо Ладно значит Евгений Ты много времени Уделяешь обзорам А у тебя нет Желания самому Попробовать снять фильм Если да Ну ладно Первую половину Я уже 10 раз слышал И дальше Если да То какой жанр Для тебя Более предпочтительен В этом плане Какой-нибудь Роуд-муви Военной тематики То есть Мне нравится Идея фильмов Непосредственно Где герои Как и По идее Характер И Сам персонаж Двигается По истории От пункта А К пункту Б Ну и военная тематика Ну на первом месте Даже наверное Военная тематика Как раз вот Не особо Освещенная В нашем кинематографе Война в Чечне Вот что-то вроде этого То есть Поэтому один из самых Любимых фильмов Война Балабанова Итак Продолжаем Кстати продолжаем Как раз Жанровую тематику Спросите у Евгена Есть ли у него Предпочтение Не по жанрам А по темам О чем он любит Смотреть фильмы И какие посылы Одобряет И спросите Про те фильмы Которые вызвали у него Сильнейшие эмоции Казали влияние На его мнение О чем бы то ни было Спросите о тех фильмах Которые его шокировали В разном смысле Шокировали Своей низкопробностью Подачей Посылом Смыслом Чем угодно Ну отчасти Наверное мы уже Эти темы затронули Но все же Но шокировали Не низкопробностью А просто в целом Шок вызвали Это вот картина Непосредственно Иди и смотри Это в хорошем плане Ну это в хорошем Да И вот этот фильм Вызвал шок Потому что я не думал Что к этому времени Я уже все смотрел По военной тематике Уже все отсмотрел И вот этот фильм Повлиял очень Точнее не повлиял А вот сидел Удивленным Все-таки о жанрах А темах О темах Темах Военное кино Непосредственно Вот Истории из жизни Как тот же Hello High Water Какие-нибудь Детективные истории Там Нуар тематика Интересная Вот Всякое супергеройское Это нет Драмы И так далее Но тут очень долго Можно копать Но опять же Не то кино Которое Сейчас очень сильно Продвигается И его очень много Там Комикс тематика Почему-то Вообще не заходит И всякая Космическая опера Может быть Немножко переросли уже Комикс тематика Надо было начинать В более юном возрасте С другой стороны Редкие исключения есть Вроде Как раз Тех же Стражей Галактики А в целом Я делал обзор На отечественные Комикс-фильмы Как бы Защитники И вот после него Смотреть После него смотреть Марвел Такое удовольствие Ты понимаешь Вот он кинематограф Действительно хороший И замечательный Потому что Это как нормальное кино Смотреть Вот И Только в сравнении Поэтому по темам Очень долго можно ходить Ну хорошо Дальше вопрос такой Видит ли Евгений А верит ли Верит ли Евгений В возможности Самостоятельного Течения Ну видим Развития Безбюджетного И независимого кино Если да Готов ли поддерживать Такие проекты Ну что понимаю Под поддерживать Я не знаю Оно и так Безбюджетное кино Всегда живет И жить будет Я думаю Потому что Всегда находятся Энтузиасты Которые снимают За банку пива И пиццу Я не знаю Это в пример Какого-нибудь Родригеса Привезти можно Который за 500 долларов Или сколько там У него фильм У него книга есть Я снял фильм За 500 долларов Или что-то такое Он ходил На В Америке По-моему Ходил К докторам Которые проводили На нем опыты Грубо говоря Чтобы заработать денег Чтобы снять фильм То есть Энтузиасты Всегда есть Есть и не только Энтузиасты Недавно Один из Хороших Режиссеров Я не помню кто Снял же фильм Полностью на айфон Насколько я помню И во многом Из-за развития технологий Клорфилд Не так снят как-то Нет Не в плане Мокюментари А в плане Просто вот взяли айфон И стали на айфон Да Грубо говоря Там хороший свет И поэтому в принципе Не так чтобы Ужасно кадр выглядит С развитием технологий Независимое кино Безбюджетное По-моему Живее всех живут А у нас? И у нас тоже У нас очень много же В том числе Безбюджетного кино Это на ютуб зайти Посмотреть короткометражки Люди снимают И продолжают снимать Иногда находятся Там жемчужины Их потом продвигают Они поднимают Слушайте Просто последнее я добавлю А вот Петербург Только по любви Как вам показалось Петербург Только по любви Вы видели? Нет Ну это такой Постсоветский Российский артхаус Я просто думал Нет, не смотрю Вот Ну правильно Вы смотрите только плохое кино Нет, хорошее Но опять же Я вот в этом году решил Отсмотреть все фильмы Большинство Не все Большинство фильмов За год И потом в конце Сказать все, что я думаю По фильмам Которые в том числе Там неплохие Грубо говоря Хорошо бы Тогда как раз Долго Я говорю Я вот ориентируюсь На бэткомедии А так и целый год Должна ждать Смотреть или не смотреть Нет, а это же Вопрос в целом Надо же Смотреть Как про хорошее кино Можно рассказать В контексте обзора Нужно же все-таки В пример приводить Какие-то сцены Объяснять, почему Например, плохо И так далее Нельзя просто Я делал раньше То есть с плохим кино Работать легче Не легче, нет Там просто поставил камеру Сказал Кино мне понравилось Потому что Там интересный сюжет Хорошие актеры Там, да, напортачились Диалогами Но в целом Неплохо, идите Это просто, грубо говоря Слова Не подтвержденные ничем Вот Свою точку зрения Я могу объяснить Непосредственно На примерах фильма Это гораздо сложнее делать Потому что Надо вырезать кадры Без разницы Хороший фильм Плохой Все равно Работа здесь гораздо больше Чем просто анонсировать фильм Какой-то Идите в кинотеатры Опять же Определенных режиссеров Да, безусловно Наверное, есть Какое-то кредит доверия Я пойду На них И все равно Нельзя будет После просмотра фильма Рассказать Почему он хороший Вот на примере Каком-то То есть ты говоришь Что он хороший Из-за персонажей А Это человек Тебе должен довериться Ты не показываешь Ему сцену Где персонаж Действительно Замечательно развивается Ну да Но все-таки Плохой фильм Смеять легче Наверное Или по крайней мере Веселее Чем похвалить Хороший Да Но если есть Возможно Не так Интересно И увлекательно Для зрителя Безусловно Хотя Тоже спорно Есть Замечательные Западные Обзорщики Lessons from the screenplay Мне очень нравится Там человек Показывает Развитие персонажей Непосредственно На хорошем кино Показывает То есть спойлеры Все вот это есть Но тем не менее Он показывает Как развиваются персонажи И ты понимаешь Что имеет ввиду автор Не просто там Хорошее развитие Ну кстати Как раз мне кажется Для хорошего кино Спойлер не проблема Потому что Я все равно Не очень люблю спойлеры Нет Я тоже не люблю Я тоже не люблю Он просто считает Что если фильм хороший Да Да Знаете Вот Ромео и Джульетта Я понимаю Но все равно Когда спойлер Восприятие Немного изменяется Просто знаменитая история Когда Эфрос Поставил Ромео и Джульетта Это много лет назад Это было по-моему В общем я еще Тогда не ходил в театр Но мне просто рассказывали Значит И Ну как всегда Эфросу сегодня Было так Очень интересно Но затянуто Так медленно Эфрос все делал Очень медленно Обстоятельно Вот сидят Это молодежный театр Значит Тот самый Там рядом Охотным рядом И Сидят Парень и девушка И парень Говорит Ой скучно Пойдем уже Скучно Это какое-то Вяло Как-то все А девушка говорит Ну подожди Подожди Давай посидимся Хочу знать Чем закончилось Понимаете Вот вопрос То что спойлера не было Поэтому она засидела Действительно Хорошему фильму Спойлер Да и плохому Наверное Спойлер Не особо мешает Но лично мне он портит Впечатление Тем не менее Хоть немного На 5 процентов На 3 Но портит И не хочется При хорошем фильме Вот эти 3 процента Скидывать Ну хорошо Евгений Начал вас смотреть Еще в далеком 12 году Не считаете ли вы Что с тех пор Вы стали более жестким И серьезным критиком Ведь по сравнению С теми же Приключениями В 30 царстве Вот как тот фильм Назывался Вот Ваши поздние обзоры Выглядят уже Не просто смешными Видео на ютюбе Есть определенные обзоры Которые просто Смешное видео на ютюбе Есть Вот недавно блокировали Видео Запрещенная реальность Это просто смешное видео На ютюбе И не более того Там нету Каких-то серьезных тем А есть и Обзоры серьезные Тем не менее Так и раньше было Были утомлены солнцем А были 30 царства Были 5 дней в августе Был остров Двид То есть есть Моменты для шуток А есть моменты Для серьезного разговора С другой стороны Иногда получается Что идет Давление Какое-то время На зрителя Выходит и серьезный И серьезный Потом Такое случается Вот например Сейчас движение вверх И Красный воробей вышел Он Затрагивает Политические темы Он тоже в принципе В этом плане Давит в определенном смысле На зрителя Это не просто Там очень много Как мне кажется Это довольно забавный обзор Именно он юмористический Там нету Каких-то разборов Но тем не менее Он все равно Давит на зрителя В этом плане И безусловно Надо разбавлять И в целом Мне так приятнее Нельзя все время Думать об одном И вот На нем Фокусироваться Хочется разнообразия Даже в творческом плане То есть хочется И серьезный анализ Провести Например Движение вверх Изучить исторические Какие-то вещи И хочется Просто повеселиться Посмеяться Над новым фильмом Александра Невского Ну да Понятно Александра Невского Это ваш любимый Грубо говоря Расслабиться Надо и работать И расслабляться Даже в контексте работы Логично Это очень понятно Ну хорошо Что вы думаете Про тенденцию К монополизации В Голливуде Например Компания Disney Скупила уже Lucasfilm 20-й век Fox И Pixar Они все У них очень много Всего То есть Я был Я был Где-то видел Картинку Что им принадлежит И там Я себя только не нашел Но я думаю Что минут через 10 Появлюсь И То есть У них действительно Монополизация идет Всеми Всеми мыслями Мысленными И немыслимыми Темпами Но это что Это опасно Для Кинематографа Или нет Безусловно Потому что Вспомнить Те же 70-е годы Или даже Не самое хорошее кино Какой-нибудь Грайнхаус Фильм Вот это Эксплуатационное кино Огромная конкуренция Порождала На тот момент Огромное количество Тематик И огромное количество Жанров Взять Взрыв В австралийском кино Когда сняли Цензуры И поперли Вообще Все начали снимать Появились там Бюджеты Пестрым На выбор И там Безумный Макс И какие-то комедии Много всего было Понятное дело Что из этого Сохранился там Только Безумный Макс Потому что остальное Ужасное кино У них и вестерн Тогда поперли Очень много И Монополия К сожалению Приведет к тому Что Особенно Монополия Заточена на Прибыль А не на какие-то Например Идеи чего-то Она приведет К тому Что Будет Именно Деградация Не будет создания Идей Которые Нынешнего курса Государства Придерживаются А вот Если идея Только заработок Бабла Будет то же самое Что со Звездными Войнами С каждой частью Хуже и хуже И хуже Тем не Высасывают То что уже Было создано Они не будут Создавать новое Они будут просто Высасывать то что И так приносят бабки Или как с движением Вверх Они Не придумывают Своё Не используют Реальные Исторические Сюжеты Потому что Побаиваются А вдруг Не окупятся Также опять же На западе То же самое происходит Какое раздолье Было Фильмов В 70-х В 80-х Да даже в 90-х И посмотрите К чему мы приходим Сейчас Что Безусловно Есть Несколько сортов Комикс фильмов Ты можешь выбрать Из этих сортов Но Нету Такого раздолья Как было При Полноценной Конкуренции Когда было Огромное количество Студий И они Каждая соревновалась Или вспомнить Когда была Там Хаммер Студия Когда Зарождение Кинематографа Именно Жанровым Мумия Драку Конкуренция Порождала Создание И те хотели Что-то снять И те И они снимали Очень много Фильмов И на тот момент И те и те Прибыль Приносили С другой стороны Но тем не менее В итоге Привело Все В конечном итоге К монополии Диснея Как ни крути И это Мне кажется Приведет К деградации Ну кстати говоря В американском кино Был другой Очень важный эпизод Когда Я же не помню Когда Это по-моему Сороковые годы Или даже Нет По-моему Сороковые Но когда Собственно говоря Артисты Которые были Недовольны Доминированием Основных Голливудских Компаний Они же создали Свою компанию United Artists United Artists Вот И даже Ну вот Сам по себе Факт появления United Artists Он Очень сильно Тогда сломал Голливудскую монополию Даже То есть Тем что Есть кино Не важно Есть там 20 век Фокс Кто там Колумбия Кто еще Стар Уорнер Вот Вот они Да Они там Три-четыре Компании Все делали А художники Артисты Они просто хотят Снимать то Что им нравится Дело Не в идеологии Даже было Дело А вот А вот Это не проходит А это не проходит Потому что Там Вот Но поскольку Многие Из этих Артистов Были уже сами Миллионеры И вполне себе Миллионеры На том Уровне Кино Они были в состоянии Сделать United Artists И это лет 20 было таким Вот Постоянным Фактором Угрозы Даже в контексте Той монополии Это все равно Несколько студий Мне кажется В конечном итоге Все приведет В принципе К Одной Да И в этом Что будет только Дисней и Марвел И все Больше ничего не будет А Марвел же принадлежит Тоже Дисней Тоже Дисней Насколько я помню Если я не ошибаюсь Но Марвел По-моему Диснеевский Тогда вообще будет Один Дисней Нет А Тайм Уорнер Там вот эти все Принадлежит же ведь Кому-то Да Насколько я помню Что он принадлежит Именно Марвел Марвел Дисней Да Но Тайм Уорнер Слава богу нет И я к тому Что именно страх Когда полностью Монополия будет Даже сейчас Если происходит История с тем Как например Задушили судью Дреда То есть Я сейчас В пример Когда приводил Мумию Я не помню Там насчет студий Я так сказал Потому что В моем восприятии Действительно было Как минимум Ладно Как минимум Три-четыре студии было Грубо говоря Но вот Сейчас что например Произошло с судьей Дредом Когда Ему просто не дали По сути прокат И он ничего не собрал А это был независимый фильм За 40 миллионов долларов Он ничего не собрал Потому что Ну вот так сделали Что он не собрал Ну и Тарантино По-моему Тяжелался Да То же самое на Тарантино Хотя казалось бы На кого кого давить Но на Тарантино же тоже надавили Даже вопрос Не в том Восприятии Что будет одна студия Вот монополия Диснея Будет Диснея и множество студий Просто те студии Когда будут выпускать кино Им не дадут Или что чаще происходит Какая-то независимая студия Выпускает определенный фильм Зрителям он нравится Режиссера сразу забирают Естественно У Диснея будет В любом случае Больше денег Чем у независимой студии И явно Никто Не будет оставаться Там Точнее Я не думаю Что конечно никто Возможно кто-то останется Но Большинство уйдут к Диснею Потому что Оплатят больше денег А Дисней сразу посадит Их скорее всего На создание кому-нибудь Телесиквела Или еще что-то В свое В свой непосредственно Огромный бизнес Евгений В одном из роликов Вы говорили Что вам нравится Фильм Окраина 98 года Вы Смотрели Одноименный фильм 1933 года Нет Я смотрел На фильм Под сценарием Луцкой Саморядовым Так Ну хорошо По крайней мере Ответили быстро Как хорошо Когда человек Что-то не смотрел Говорит Не смотрел Самый простой Блиц Не смотрел Не смотрел Вот Нет Гораздо хуже Когда человек начинает Ну да во щеке Говорит Я вот смотрел Но как-то не очень И так далее Вот Хорошо Дальше пошли Значит А так Это Тут Одну группу вопросов Я пока отвожу в сторону А где берешь Опять извиняюсь за тыканье Тут так написано Где берешь костюмы И реквизит Шьют ли Изготавливают ли На заказ Ну вот последний костюм Например Генеральская папаха Генеральский костюм Непосредственно Папаха Вот это все Медаль Это все покупалось На авито К сожалению Под мой размер Не было генеральского Я смог найти Один Костюм Более-менее Ну как более-менее На два по-моему Размера больше меня Все генералы Видимо были большими Но это настоящие костюмы Ну генералы Как правило По возрасту постарше вас Да Да-да-да И поэтому Нашел только одну На два размера побольше Цена В отличие от тех Которые на четыре размера Там Или сколько больше меня Была довольно тяжела В плане просто Вот Это же просто Опять же Китель Он 15 тысяч стоил Вот Плюс награды Вышли Оказывается Что у нас Муляжи наград Довольно дорого Стоит Я нашел Замечательный сайт Там были награды Более-менее стоила Там одна награда 400 рублей В отличие от других сайтов Где-то по тысяче рублей было Тем не менее Там смешное получилось То что я хотел заказать Как можно больше Налепить Там и украинский Казахский Всевозможные Ну естественно С российским флагом Тоже хотелось Приобрел И оказалось Что российский флаг Перевернут Там украинский народ А российский перевернут Я думаю Ну ладно Тогда будет еще смешнее Вот Замечательный магазин Но не без подвоха Ну В общем Покупается Обычно Все У людей Потому что тот реквизит Который необходим Это не новый Очень хочу сейчас Закупить огромную партию Оно все возвращается Обратно на авито Нет Возвращается В ролике Оно не отрабатывает Оно хранится До времени Потом опять Этот персонаж появляется Используется Я сейчас очень хочу Заказать большую партию Страйкбольного оружия К сожалению У нас Оружие Вот такого Я не могу даже Пистолет Макарова Купить Страйкбольный Отечественный Хотя казалось бы Вот Приходится заказывать Непосредственно За границей Проблема сейчас стала Вот как раз Чемпионат мира Был И По-моему Насколько мне известно Даже ввоз холодного оружия Чуть ли не запрещен И сейчас все Страйкбольные магазины Вроде как приуныли На вот этот период И я все никак не могу Дождаться поставки А я Хочу там Я вот именно В контексте реквизита Единственное На что я Трачу Вот деньги С донатов Грубо говоря Это реквизит Ну и техника Реквизит Я прям не могу Я Вкупаю Именно вот то Что хочется Хочется поставить В кадр Чтобы оно было А потом хранить Чтобы потом опять Достать и снять То есть у меня вот На это Очень То есть на много фильмов И сейчас хватит Да Я с удовольствием Именно реквизит Именно вот Мне очень нравится Реквизит Как раз Какой-нибудь Совита Настоящий То есть я Это как фанат Осторожно Модерна Я люблю Вот 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 Настоящность Вещей Там Покупаешь Какой-нибудь Плеер Точнее не плеер А магнитофон Обязательно Вот прям Видно Что им пользовались Он существует Это не только Что вот куплен У него есть биография Да Который в кадре стоит И ты понимаешь Что только что поставлен И в этом плане Я очень люблю Реквизит Все трачу На реквизит Я очень понимаю Кстати Подлинные вещи Это здорово Особенно вещи Вот какие-то Взять костюмы Там Каких-нибудь Солдата Вот это все Оно все Папаху я купил Например Там Она из каракуля Замечательная 60-го размера Правда Но замечательная 70-го какого-то года Со складов Замечательно Так Еще вопрос Сам ли играл на балалайке В последнем На данный момент Обзоре Нет Это Играл сам Но музыка не моя Играл вот так Брынкл сам Но опять же Наложил Наложил потом У меня есть замечательный человек Мортон Студио Он мне подложил Непосредственно Музыку составляет И сделал Так вот хорошо Спасибо за прекрасный стендап Ну Передали спасибо Значит Поклонников Слава Богу Проблемы Спасибо что посещали Что называется Бог не обидел Какие книги Название И автор Повлияли на Евгена Больше всего И почему Особенно из них Художественной литературы Какие книги он читает сейчас Ну вот сейчас Непосредственно Я забыл Как Называлась книга Как раз Про Кинематограф Как раз Перед развалом Вот съезд Был я Про съезд Сейчас читаю Мне интересно Вот это изменение В том числе Известных ныне людей Там и про Меньшова Написано И про Никита Сергеевича Что сильно повлияло Это наверное Книга Из нехудожественного Да если взять Из нехудожественного Ну вот Русский должен умереть Была Она очень сильно Она повлияла Как фильм Непосредственно Иди и смотри И после этой книги Воспринимать Там Те же утомленные солнцем Очень странно Это воспринимается Даже не знаю У меня список Всегда так тяжело Ну это невозможно На 10 лучших фильмов И сразу думаешь А что действительно Ты вот так сильно Вот самым первым Вот это приходит Потому что она Каким-то Именно в контексте Создания обзоров Очень сильно толкнуло В том плане Что как раз Там про войну же И как раз Военная тематика В отечественных фильмах Больше всего Запомоена Поэтому наверное В контексте Создания обзоров Вот именно она А так я даже сейчас Это надо составлять Какая-нибудь детская книжка Из самого такого Раннего возраста Не, но там-то Все художественное Ну а ты сказал Художественное Или не художественное Если из художественных Какая-нибудь 1984 Он сказал Особенность не художественная Да, я сейчас Просто не художественное Довольно Особенно много Последний Так как читал А из не художественного Не художественного Орвелл Да? 1984 Да Кормак Маккарти Замечательные Что еще Как с фильмами Спросите Я скажу Война Апокалипс Сегодня И Как будто Фильма больше нет Тяжело ответить Ну хорошо Надо думать Над этим Я признаюсь Меня тоже Периодически мучают Такими вопросами Это всегда сложно Ответить Либо слишком много Либо не знаю что Как ранжировать Да, вроде как Вот это выпячивать Но 1984 Действительно повлияло Поэтому Ее легко ответить И было Что ж Дальше В обзоре Была сцена Пыток Главной героини Это не отменяет Слов про пытки В Америке Но все же Слышал ли ты Про пытки В России Ужасная шутка Но и участвовал Нет Естественно Не участвовал Но безусловно Слышал И да Это не отменяет И пыток В отечественных Местах Разного толка И на западе Тем не Мне всегда нравится Как зачастую В комментариях Оправдывают Какую-то бессмысленность Фильма Вроде вот этого В этом обзоре Был про Школу Грубо говоря Где обучали Искусству Любви Секса И так далее Чтобы склонить Западных Шпионов На свою сторону И ты критикуешь Это А говорят Ну у нас же Полиция Кого-то там пытала Поэтому это все правда Всегда я вот этого Не понимал Откуда это берется Нет Ну это еще Советский Известный был анекдот А сколько получают Рабочие У вас в стране А вы негра Вешаете Да Да Ну вот Вот Ну Понятно Что Постоянно Да действительно А кстати говоря На западе Та же история Когда Допустим Вспомнить Насчет Вы черных Вешаете Вспомнить Все истории Которые потом Миллион раз Высмеивались Но опять же Видео уже попадает В сеть Как там Задерживались Знамитых Я уже забыл Самый главный скандал Кого задерживали Ну там Избиения Жуткие Просто Ну в Лос-Анджелесе Да Я уже забыл Кого Рудни Кинг По-моему Ну да По-моему его И подобных случаев Опять же Много И у нас Подобно Это опять же Не отменяет Того Что фильм Бред И чушь То есть Безусловные Случаи Пыток Или еще чего-то Не отменяет Показанного бреда И пропаганда Это типично Как в американской Так и в нашей пропаганде Просто ссылка На какие-то безобразия Чужие Должно Как бы Оправдать Наше собственное безобразие Как опять же С Украиной Происходило В контексте Того же И фильма Крыма В целом пропаганды Хорошо Будешь ли ты Все-таки Выкладывать Тот обзор На мифы Скорее всего Я не знаю Кстати Мифы Это российская версия Ла-ла-ленда Только Если бы Авторы Принимали Самые тяжелые Наркотики И я не знаю И снимали Оператор Точнее Сценарист Он слепым Он наговаривал Глухому Сценарий То есть Это вот такое кино Я снял На него обзор Смонтировал Но выкладывать Не решаясь Потому что Это Я просто помнил То ли это Луковая новость То ли еще Какого-то Американского В фильме Образец Корректости Говорят Вот у нас Уличный регулировщик Вот видите Он конечно Нормальный Уличный регулировщик Смотрите У нас Политика Интеграции Он Ничем не хуже Других Он правда Слеп Да Да Это Луковые новости Возможно Возможно До 2006 года Да Вот Значит На интеграции Инвалидов Так вот Дальше Следующий Ну тут Вообще Про компьютерные игры Просто два слова Поскольку тут Очень специфические игры Про которых Я ничего не понимаю Не знаю Вот А просто Вообще Два слова Про компьютерные игры Люблю Практикую Два слова Какой жанр Экшен Или Стратегия Последнее время Это Экшен игры Потому что Хочется Как-то Именно Уйти Вот На какое-то время А стратегические игры Очень много Времени занимают То есть Запускать цивилизацию Запускать Как раз Тоталвар Это Много времени занимает Поэтому я опасаюсь Я по той же причине Перестал Грать Тоталвар Потому что Это немало Время Да Оно безусловно Интересное Втягивало Втягивало Начинаешь продумать Стратегию Я говорю Что сейчас Тоталвар Развился Вообще Необычайных Высот Вот Хорошо Следующий обзор Тоже Наклюквенные Фильмы Очень хочется Вновь увидеть Забавного Генерала И КГБшника Надо уже Немножко Сейчас Расслабить То есть Тема Двух обзоров Затрагивается Поэтому Хочется уже Расслабиться Да От такой темы Да и сам Не только зрителю Я и сам Отдохну от этой темы Пусть персонаж Отдохнет И персонаж тоже Так Счастье и здоровье Зачеркнуто Я зачеркнуто Только то что прочитал Да я понимаю Счастье и здоровье Видимо Перечеркнуто Сейчас Могу Я оставлю Все уже Все уже Так Значит Ужасы Так Ужасы Ужасы Так как Евгену Нравятся ужасы Вопросы следующие Будет наверное Ужасных вопросов Топ 3 Фильмов ужасов Опять Я сказал Ужасные вопросы Опять топ Опять топ Вот Причем еще так Топ фильмов ужасов До 2000 года Топ фильмов ужасов После 2000 года Специалисты явно Я По топ Я Из последнего Скажу что Песень Песень тьмы По моему Меня впечатлил Из ужасов Тяжело Вот Это тоже Как из любых Я Если сесть И смотреть Я смогу Но вот Песень тьмы Я помню Только Это Сразу А И It Follows 2013 года Тоже Хорошо Есть ли Хорошие фильмы Ужасов В России Имеется ввиду После развала СССР Ну ясное дело А что До развала СССР Были фильмы ужасов Да Семья Семья Вурдалаков По моему Был такой фильм Или это Развал уже 87 По моему Это еще СССР А как Перестройка А вот Чей кстати Был Какой студии Был Семья Вурдалаков Вообще Я помню Что там все темно Было Но это не Мосфильм Точно Наверное Это все темно Было И на плохую Пленку Насколько я помню Было Снято Это Такое С пленкой Вообще Были проблемы Но имеется Ввиду После развала Прикосновения Отвратительная пленка Но фильм мне нравится У Макарычана И Наверное Все А вот Современная Россия Есть что-то На что Стоит посмотреть Я все что смотрел Из современных ужасов Мне не понравилось То есть Это всякие Дамы пик Маршрут построен Дом какой-то там Куда переехали Квартирный Все плохо было А как выбираешь Фильм на обзор Приходится постоянно Пересматривать новинки Да конечно Смотрю новые фильмы Все Так Из старого Я уж стараюсь не брать Из старого Надо конечно иногда Выкапывать что-то Но Актуала так много появилось Что уже На актуальный объект Как относится К историческим неточностях В произведениях Которые не заявлены Как исторические Но где ГГ Кто такой ГГ Не знаю Главный герой Главный герой Понятно С умным видом Рассказывает Псевдоисторические факты Как например Кот да Винчи Если опять же Этот человек Главный герой Не реальная историческая личность Которая вот Которую полили грязью Как только могли То нормально Не заявляется Как исторический Достоверный Даже если прообраз сделан То есть говорят Что вот это прообраз Того-то персонажа Нормально Как можно иначе Относиться Это опять же Недостоверное Недокументальное кино Как преподносит Тот же движение вверх Последний блок вопросов Которые я собрал Они все примерно Об одном и том же Поэтому я объединил Примерно полудюжины вопросов Но они все Сосаются Политических взглядов Евгения Ну то есть Общая тема Евгений Вы По мнению зрителей Стихийно Левый человек Но вот Насколько вы Осознаете Свою политическую позицию И Не повредит ли она Дальнейшему продвижению Вашего канала И Ну а дальше Там уже начинается Вопрос О оттетках левизны Которые я Приберегу На самый последок Тебя может даже не задам Потому что Мне самому Честно говоря Не очень нравится Но тем не менее Вот Отношение к Во-первых Этому Заявлению Да Я бы не стал Опять же Это довольно легко Навесить Ярлык У меня Пропаганда Опять же Моя Которую я несу Она Направлена Только из Моего мировоззрения И так как Воспитание То что я прочитал И так далее И меня больше Коробит Не со стороны Идеологии Там Левых Или Каких-либо Меня уже окрестили Ватником Коммунистом Насекомым Русофобом Там Я не знаю Любитель Америки Кем только Агентом Госдеп Кем я только Не был уже Ну мы в данном случае Вы сейчас Человек Который большой опыт Выживания Противоподобных Вопрос Именно Куда я бью В контексте Ролика Если этот ролик Затрагивает Тему войны Опять же Тема СССР И я рассказываю Что было не так Люди думают Что я Самый главный Коммунист И так далее Когда я рассказываю Что-то Про Россию Все считают Что я там Сейчас Действующую власть И так далее Когда я говорю Что-то там Против Америки Естественно тоже Когда я наоборот За Америку Говорят Что я вот Любитель Америки То есть я Скажу так Я за справедливый За справедливость В этом плане То есть вот Сняли фильм Про войну Если вы говорите Что он Исторически достоверный Почему вы показываете Что каждый второй Человек расстреливает Того И в таком плане Я рассматриваю Все непосредственно Фильмы То есть с этой стороны Тоже безусловно Когда в нынешнем кино Пихают Идею того Что вот Раньше плохо Было Отвратительно Я привожу В пример Что нет Там грубо говоря Таблетки были Как движение вверх И так далее Вот это было Вот это было Но при этом Сейчас вот этого нет Вы поэтому показываете Что там было плохо И в этом плане Опять же Я рассматриваю Все кино И опять же Я рассматривал Также пропаганду И советского кино Проблема лишь в том Что в контексте Обзоров Это вот есть только Координаты смерти Фильм Я его как раз Рассматривал В примере Пять дней в августе Пропаганда Против капитализма И так далее Но она основана На произведениях Западных авторов Тут тоже Это безусловно Пропаганда Но В таком контексте Нельзя говорить Что Как с красным рассветом Нельзя сказать Что смотрите Как вы ужасно Показываете Как вы показываете Ужасы капитализма Это произведения Классиков Они это экранизировали И все А в Америке Это немного иначе было Иногда при этом Были же и отсылки К нашей жизни Конечно Мы снимаем фильм О том как плохо в Америке А про себя то думаем Ну у нас то в общем те же проблемы Да То есть Это могло иметь совершенно такой эффект И я просто помню По своему детству Это именно так часто воспринималось И дело в том Что в контексте обзоров Складывается Именно По крайней мере Что сейчас с кинематографом Что происходит Это опять же Западная пропаганда Продолжает так же давить И когда я начинаю Делать что-то против Или отечественная пропаганда С тем же фильмом Крым или Утомленный солнцем Или что угодно Начинает давить Естественно я пытаюсь Как-то На меня как на зрителя Я пытаюсь отвечать А ответом становится Непосредственно советское кино И там Советские плюсы Жизни при СССР Там плюсы Жизни которые показываются Там вот Что у них не было Банального обезболивающего Ну было оно Ну было конечно То есть И поэтому я как-то против Именно навешивания РЛК Ну отсюда вопрос Такой уже Я думаю он немножко в сторону Но тем не менее он был задан Конкретно изучал ли Баженов Что-нибудь из марксистской литературы Я Я постарался почитать Опять же затронуть все Я замечательно прочел И Великая совесть нации Просто Нашего любимого всеми Солженицына И Историю краткий курс ВККБ Прочел Я то есть постараюсь И посевы я почитал немножко Я И того и того Я не скажу что Конкретно чего я прям вот Столпыт И так далее Я стараюсь и того и того читать И Как-то Очень интересно Особенно я недавно приобретал Как раз с книгой про кино Где Ленин Как раз цитата Ленина Про Из всех искусств Потому что надо было Оригинал найти Чтобы сказать Мединскому Нету там фразы про цирк Вот у меня оригинал Непосредственно Того Там это не книга была Ну это грубо говоря книга Но это из интервью И тогда я купил Книгу в 80-х годах В 80-х годах Она была напечатана То ли в Лондоне То ли где-то В Америке Я не помню где Она вот именно пропагандистская Что как здесь плохо живется И как будет замечательно жить При изменениях И какие будут впереди изменения Вот мне очень интересно Подобную литературу И сравнивать Как пишут у одних И как у других Это очень интересно Ну это и есть Проблема вот опять же Исследования И кино Точнее больше В большей части кино В том что давлеет Одна точка зрения Над остальной Опять же Выражаются интересы класса И класс выражает интересы Именно так Выражает он Фильмами Утомленный солнцем Крым Новостями Как вот Ужасно У кого-то там А у нас Опять же С пенсионной реформой Той же Залводим Вот Замечательные Репортажи Про то Как ужасно на Западе Что там идет Пенсионная реформа Как все бастуют Но когда у нас Это происходит Это справедливо Как сказал Замечательный Наш любимый Всеми Киселев Он же сказал Что сейчас будет Более справедливо Просто деньги распределяться Да и как на Западе Нет Сейчас уже нельзя Вспоминать Как на Западе Сначала они так Вдруг Радостно сказали Вот мы как на Западе Наконец-то Потом снизили Потому что Когда начали Говорить про Запад Стали подниматься Вопросы Насчет того Что подождите На Западе Зарплаты К слову И так далее Обеспечение Ладно-ладно Не как на Западе Но мы стремимся Да Но тут тоже Мы показали Например Что да Как на Западе Только вот как на Западе Это значит еще Что-то забастовка Всеобщая Там на 80% Предприятий Как во Франции В третьем Эту пенсионную реформу Да Вот Да давайте Тогда уж По всем параметрам Как на Западе Сыграем эту пьесу Но опять же Насчет разных сторон пропаганды Я изучаю Стараюсь изучать По крайней мере Разные точки зрения Но проблема в том Что когда я изучаю Эти точки зрения Я начинаю прибиваться Ну я между ними И начинаю Грубо говоря Тянуться к одной точке зрения Ну вот именно поэтому И на мой взгляд Все-таки справедливо Пишут что Евгений Бажен Все-таки стихийно левой Прибивается к определенной Точке зрения Но мне это очень близко И понятно Кстати к вопросу Об обвинениях Вот Понимаете Меня слава богу Уже и троцкистом И сталинистом И значит коммунякой И антикоммунистом И там хрен знает еще Нацист еще У меня в списке Слава богу нацист У меня был в списке нацист Нацист Мне повезло Я еще вот так Агентом Госдепа Агентом Путина Это классик И все такое Вот На Западе меня неоднократно Агентом Путина Называли здесь Значит Агент Госдепа Но все такое Вот Так что мы здесь с вами В одном клубе Я думаю Надеюсь что мы все-таки Сможем продолжить Эти беседы Потому что Сейчас по-моему Хорошо поговорили Я получил по крайней мере Огромное удовольствие Надеюсь что и зрители Получат удовольствие От этого И надеюсь что беседа У нас будет не последней Евгений Мы заканчиваем Огромное вам спасибо Замечательные совершенно По-моему Ну мне по крайней мере Было страшно интересно По-моему получился Отличный разговор Надеюсь что зрители В общем получили ответы На все вопросы Которые мы успели записать Распечатать и прочитать Так что спасибо И очень-очень надеюсь Что все-таки Этот разговор Будет у нас не последним Спасибо Спасибо вам Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо